рассказал критику на лечение депрессии врачами и химикатами и по существу не остановился на том а как же ее действительно на мой взгляд лечить и не буду вам ничего доказывать просто вот вот расскажу еще раз расскажу еще раз расскажу о том что причина всех депрессии наши страхи и наши страхи на 90 процентов нереальные неоправданные они введены в наше подсознание давайте любыми формами можно назвать без они или подсознанием нашим или вот общий ауры но как хотите назовите но они введены в нас и они действуют в нас как разрушающие формы и каждый страх как определенно в том числе как в религиозной так и в медицинской среде он действует на определенные формы поведения и определенные органы в нашем организме поэтому определить его наличие вы можете именно потому какие у вас вдруг заболевания появились или какие проблемы или какие проблемы то есть если вас вдруг кто-то в чем-то начал укорять обвинять и так далее вот надо посмотреть насколько он прав или не прав и посмотреть нет ли в вашем поведении того за что он тебя ругает поскольку иногда могут люди все-таки правы быть что вот вот ругают а гордыни нам не хочет никак отпустить нас и говорит не 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 это меня гонят это у меня такие вот особые христианские формы поведения что я такой праведник вот и все кто меня гонит они в общем неправедники и кто попал нет это может быть как раз вас страх заставляющий вас как-то так вот себя вести и сидящий где-то там под коркой который вы не осознаете в душе у нас называют сидящий в душе или в сердце то есть у нас и сердце и душа они эмоционально зависимы от страхов они сознательны то есть они не могут определить какой вид страха вы получили и в вас живет они только действуют согласно того есть он или нет действия нет и поэтому ваша задача ваша задача как и психотерапевтов всех которые вы приходите они всегда пытаются выискать в вас а что же вас гложет что за червя сидит внутри и съедает вашу душу и съедает ваши мозги и сознание так вот ваша задача тоже этого червя обнаружите больше того вы все знаете что это за червя чаще всего вы знаете что у вас за грех и что за проблема не хотите сознаться признаться в ней это другой вопрос или часто некому признаться у нас такая интересная вещь есть вот в голове нейропсихологи утверждают что если ты из переноса мыслительного и значит памяти переносишь в звуковую то есть вот в речевую часть мозга эту проблему то она уходит то есть нам вот высказать рассказать с кем-то поделиться получить некие такие вот рекомендации и свои оценки потому что с тобой произошло очень важно очень важно поэтому я не знаю конечно главный то совет это идите в церковь и исповедайтесь и в исповеди все выскажите все выскажите но поскольку сейчас на церковь не много такого вот что там и записывают эти исповеди и против вас они могут значит все это применять и все остальное я не могу вот прямо утверждать что это так хотя даже на местном на деревенском уровне стало это звучать что я ему высказала а он на проповеди все это рассказал я стою красный как рак на меня все смотрят а он рассказывает как это так бачку может быть но это некачественность священник который вот так тайну исповеди оглашает и таким образом нарушает правила церковные но есть же все равно те кто не нарушает кто это и я всегда всегда много-много лет рекомендовал уж если вы как-то смущаетесь езжайте куда-нибудь далеко где вас не знают ничего не говорите назовите только свое крестное имя и дальше высказываетесь все священник поймите он не имеет права вас не спросить откуда вы что где вы кем вы работаете все такие дополнительные вопросы они не входят в состав исповеди вы можете не отвечать и никакого греха в этом не будет он не может подробности с вас спрашивать вот у нас такая форма у католиков другая форма исповедания там вот все подробно нужно вот и без влияния значит личности священника и человека вот почему они там за ширму сажают чтобы священник не видел кто подошел в какой одежде там в каких значит часах и в каких значит мехах и ты не знаешь кто там сидит то есть есть в этом определенная значит правда у нас то все вот раз и видят и больше что вот те некачественные священник которых хочется это с этого человека кровь не исповеди что-то еще получить какие-то блага они могут углубляться вот в понимании то есть вопросы а ты откуда а кем ты работаешь а какой те доход там или еще что-то ну то есть вот это это не входит состав исповедь не входит состав детали исповеди то есть никто не должен вас спрашивать с кем как ему имя или как ей имя кого там собаку или козу или корову я вам реальные вещи рассказываю вот но исповедовать что грех был это самая действенная форма того чтобы вывести его вот из из того как говорится состояние где он горит и разрушает и ест вас как чем как чем вот иногда надо высказывать по многу раз раньше то у христиан было общее исповедь и когда ты на общее решаешься взять и высказать что у тебя за грех это вообще можно сказать идеальное все потому что мы кроме разрешения от священника летом мы же всегда еще думаем а как общество посмотрит на то что я сделал что со мной произошло и некоторых это очень гложет когда особенно человек там какой-то состоятельный еще что-то там еще какие-то эти вот поэтому вот это первое но можно также поискать с кем поговорить на эту тему друга там какого-то подругу ну как как минимум 1 уже из первых каких-то этих если вы знаете что он не предаст что он не расскажет что каким-то образом не это вот не посмеется над вами то может быть и такое может быть и такое интересное сейчас появилась там собеседники платные то есть платят человек он приходит ему все высказывают но по существу психотерапевта та же самая история или там православные психотерапевты еще и некую такую играют определенную роль что они как бы еще и полусвященники православный психотерапевт то есть ты тут еще и как это это в принципе игра но игра вполне может быть действенной если вы действительно искренне расскажете не углубляясь не углубляясь не пытайтесь там у нас пытаются иногда свалить на другого вину и и начинают имена называть и там и фамилии и кем это с кем это все было вот что он меня смутил она меня смутила и вот не надо это не входит состав вашего излечения вот так такая маленький совет маленькое может быть начало лечение депрессии или отношений вот и заканчивать тем найдите с кем поговорить найдите кому высказать я не знаю можете ли вы но я например исповедаясь перед господом сам мысленно то есть исповедь перед господом отношения со святыми для все время говоря нереально невозможно они нужны но раз у вас депрессия так понимаю что вы на таком уровне что вам не до этого и не до понимания того что можно им высказываться перед ними иметь какие-то свои вот так всем помоги господь радости всем здоровья аминь и